Американскому футболу в Беларуси около четверти века. Родоначальником этого вида на нашей земле был клуб «Зубры». Но лишь в этом году команда попрощалась со статусом любителей. Почти месяц коллектив носит звание полупрофессионального. Что теперь изменило жизни «Зубров» узнавала Светлана Смарцева. Тренировки пять раз в неделю. Отныне все домашние дела для «Зубров» остаются в стороне. Практически каждый вечер они отдают любимому делу. С появлением статуса полупрофессионалов, энтузиазма и энергию ребят лишь прибавилось. В прошлом сезоне у нас было две тренировки. То есть, так как клуб был любительский, довольно проблематично. Людей с разными рода деятельностями, занятиями в одно время собрать довольно проблематично. Поэтому два раза для любительской команды это как бы самое оптимальное получается. Как и полагается в профессиональной среде, отныне игроков ждет и финансовое поощрение за старания. Костяк команды, основа из 20 человек, будет получать спортивную стипендию. У остальных есть дополнительный стимул тянуться за лучшими. «Очень сложно находить время, особенно когда стало пять тренировок в неделю. Наверное, это уже как часть жизни, уже 12 лет в этом спорте. Тяжело уже, наверное, представить жизнь без этого. Ты спробовал там, вот то время каникул, пару недель не тренируешься, уже кажется, что-то не хватает, надо пойти размять кости». И самое главное, в новом сезоне Зубров ждет почти профессиональный соревновательный сезон. Кубок Монте-Кларка соберет в этом году ряд сильнейших команд из ближнего зарубежья, что наверняка заставит минчан попотеть для итоговой победы. Но только в споре с сильнейшими закаляется настоящий характер. А этим ребятам целеустремленности и трудолюбия не занимать.